Когда редактора позвонили и сказали приехать на передачу, я сказала, где я, где Ванга? Я не снималась в этом фильме. И потом спросила, а кто будет на передаче? И мне сказали, что будет Зоя Борисовна. Это для меня самая мощная Ванга. Не потому что... Не потому что 95 лет, и потому что она родилась 16 апреля, в день рождения моей бабушки, которая, вы знаете, меня воспитала, сделала актрису, известную человеку. Ещё потому что, как Борис сказал, она была каким-то, как вы сказали, каким-то человеком, которому шли вот эти миллионы людей. А я-то знаю сейчас, что когда два года назад моей дочке позвонили и сказали, забирай маму из больницы, осталось всего лишь три месяца. И стало так страшно, так страшно. Ведь умирать ведь не хочется. Я бы поехала бы сейчас на край света, если бы она была жива, для того, чтобы задать вопрос. Ведь поговорить ведь не с кем о том, что придётся скоро что-то ужасное. поговорить совершенно не с кем. А я бы полетела, поехала, чтобы просто услышать, а когда, сколько осталось. Потому что мой гениальный врач, Рашидов Ахидовна Орлова, мой профессор, который вытащил меня, сказала, нет, у тебя, конечно, всё очень страшно в твоём диагнозе, но давай бороться. А потом наступила жёсткая депрессия, жёсткая, которой у меня никогда не было, никогда. И куда кидаться, с кем поговорить, с врачами, лечащими не поговоришь, потому что они загружены вот этой страшной писаниной. И некогда поговорить с человеком, они пишут, 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 у них только есть пять минут, чтобы с тобой поговорить. И они циничны. И, конечно, я поняла одно. Человек сам, сам человек, он, конечно, чувствует, какие-то, знаете, есть предчувствия, указания судьбы. Вот я пришла к Кирсану Николаевичу в гостиницу «Россия», где назначил встречу по проекту в Калининграде. Это был 1994 год. Если бы тогда этот проект состоялся, он бы взял меня, может быть, с собой тогда, и она бы мне сказала вот об этом горе. Ну, а я не могла заниматься какой-то профилактикой, какой-то медицинскими вот этими, потому что работа была тяжелая при запуске высокоскоростного поезда. То есть мы не слушаем, мы не чувствуем, мы не понимаем знаков судьбы. У меня кот, мой кот, ходил на одно и то же место, видимо, где росла опухоль. И лапой огромной, как у собаки, огромный здоровый кот постоянно в это место давил, 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 давил. А потом посмотрел на меня, никогда не забуду этого взгляда, никогда не забуду этих глаз. Посмотрел на меня и умер. Мой черный кот Челс посмотрел на меня и умер. А потом котенок, которого безумно любил, и его сынок, меня обожал, трехмесячный, лапками вот так обнимает. и вдруг здоровый котенок раз и умер. А тогда это был знак, что, оказывается, животные, когда чувствуют, что хозяева тяжело заболевают, оказывается, мне сказали ученые, уже потом я допыталась это, что они оттягивают от себя ну вот эту вот энергию и забирают боль. То есть вы еще не знали, что у вас рака... Я не знала, но умер котенок и мой Челс, мой потрясающий любимый кот. А ветеринары говорят, да ничем он не болел, у тебя здоровый кот, красивый. Понимаете, люди должны сейчас... Я поняла одно. Ванга, она миллионы спасла. Она что-то говорила. Вот мне... Я поеду... А что бы вы спросили ее? Я спросила, сколько, как она говорит, молодые спрашивают, сколько сложить? Я бы точно спросилась. Все очень беспокоятся, сколько жить. Не каждый доживет, как Зоя Борисовна до 95 лет и такая красавица. И... Не ответила бы. А она за то, за то, она может быть сказала какую-то, может, ерунду. Сказала, так, не ешь там соленого, сладкого, спиртного поменьше пей, живи по-другому, береги здоровье, ходи к врачам. Не обращай внимания на работу, ходи к врачам. Или к Богу, как сейчас мне говорят, там-то, на таком-то, значит, монастыре икона ты придешь, может, исцелишься? Может быть, ты понедешь в Питер на Тихвинскую икону, Боже, Тихвинская икона знаменитая. Может быть, ты, может, побольше проживешь? Потому что я в ужасе от того, что Вера, 62 года, красавица, молодая, глаголева, умерла. Мне летом 62 года. Сколько осталось? Может быть, ей поклониться надо в пол, что она была и разговаривала с людьми. Поверьте, врачи сейчас так не разговаривают. Моя гениальная профессора, Шедова Хидна Орлова, она просто, слава Богу, что она, вот я сейчас сижу здесь. Я, конечно, понимаю Екатерину, которая говорит, что это мракобесие, все. Но когда тебе осталось совсем немного, и когда ты принимаешь лекарства, которые выписывает Орлова мне сейчас, и мне очень тяжело их принимать. Очень тяжело. Совсем тяжело. И ужасный страх. Страх ужасный. И что делать? Вот я приехала на эту придачу, думаю, Господи, хоть кто-нибудь произнесет. Или батюшка, или Павел скажет, иди там, что-то делай. Или скажет Зоя Борисовна, потому что мудрее ее нет никого сейчас в Москве. Что делать людям, которые хотят вот этой ванги, которые хотят что-то, какой-то помощи и какой-то надежды? Надежды ведь люди хотят. И которые услышат от ванги, что человек не умирает, что у него бессмертная душа. И пусть не боится жить, и пусть не боится невзгод, пусть делает добро, и там ему, в душе, будет хорошо. Вы не можете без цветов сидеть. Зоя Борисовна, а что вы ответите Александру Евгеньевне? Что бы вы сказали ей на вопрос, что ей делать? Я не ванга. Нет, этого я не могу. Я могу только сказать, что на меня она произвела, ведь она, наверное, была очень разная. Я думаю, что если здесь было бы пять человек, которые видели вангу, каждый сказал бы что-то другое. У меня воспоминания о ней совершенно другую тему. Меня не интересовало, сколько мне жить. Меня не интересовало, буду я больна, и все. А я на удивление ей сказала, Жанна, ванга, у тебя такой разрушающий дар. Чем я могу тебе помочь? Вот. И она это настолько прочувствовала, или у нее эта способность была, что когда я уходила, я ее спросила, что я могу для тебя сделать. И она мне сказала, у нас было продолжение. Она сказала, я здесь очень мерзну. Ты не могла бы, у вас, говорят, в Москве есть такие маленькие штучки, которые согревают. Я говорю, да, у нас есть такие, ну, рефлекторы, или что у нас было. Вот. Она говорит, ну вот мне бы, я бы хоть немножко согрелась. Она горбилась, ежилась, слепая выглядела, конечно, старше своего возраста. И плюс, как бы сказать, у меня она вызвала такую жалость, а не желание узнать про меня. Она, видно, это чувствовала. Я поэтому просила, что сделать. Она говорит, если бы мне согреться. И я в Москве, первый человек, Божидар Божилов, поэт, болгарский, пришел ко мне, сказала, вот я купила печечку такую маленькую. Вот. Я говорю, я обещала в Англии. И когда он ей привез, она сказала, а у меня не было сомнения, что она выполнит свое обещание. Но она сказала же вам, тебя перестанут преследовать, ты будешь счастлива в браке. Тебя признают многие, и однажды ты пересечешь океан. Да. Для меня, вот это, то, что Андрюша зачитал, это тогда было, ну вот как будто она мне говорит, что через два дня у тебя, ты будешь говорить санскрит, китайский или что-то. Это было абсолютно. Я была, не выездная, за подпись под петицией насчет Синявского и Даниэля, письма. И долго меня никуда не выпускали, но это потом. Добрый поступок иногда воздается. И вот тут тоже было. Меня не только сюда выпускали, но и там встречали вот за то, что я заступилась. Они, когда меня спрашивали от речи от этой подписи, я все время отвечала. Я не считаю, что за высказанное мнение человек должен получать уголовный срок в 8 лет. Ну что, давайте сейчас сделаем еще одну небольшую рекламу. Мы продолжим ванговать на телеканале «Россия» сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Это «Привет, Андрей». Сегодня мы обсуждаем новые опубликованные пророчества Ванги. И в нашей студии те, кто встречался с болгарской Кассандрой. Зоя Борисовна, Ванга говорила что-то про вашего сына, потому что для меня история сына Зои Борисовна привела неизгладимое впечатление, что он после 50 лет круто поменял свою жизнь и стал у вас чемпионом мира по триатлону. Представляете, после 50 лет похудел, занялся спортом и вообще теперь на всех средованиях мира. не будем возрастные категории говорить, вот зачем сказали сколько мне лет женщине сразу ее представить, что ее уже после 90. Сейчас в интернет полезли проверять, правда ли. Ну вот, смотри, что такое, да. А все-таки не могу не спросить, Ага Юрьевна, а вот правда, такой крик души был сейчас у Александра Евгеньевна, вот, что бы вы сказали ей? Я бы сказала только ей, потому что ну есть вещи, которые прилюдно не говорят, конечно, но я знаю, что ей делать. Вот Катя сказала в начале, когда мы говорили о Ванге, она сказала, вот, нужно к Богу, к Богу, к Богу, а ведь миллионы людей наших в России, вот эти огромные, километровые, даже жуткий мороз стоят к святыням, которые привозят отовсюду, в Россию. Они что хотят? Ведь у всех, всем так же страшно, как мне, они хотят вылечиться от смертельных болезней, чтобы дети их не болели, чтобы они хотят живы быть, они хотят жить. Вот я сейчас только, у меня такая жизнь была суматошная, закрутка, закрутка, я только сейчас поняла, как коротка, как коротка, как маленькая, маленькая, крохотная жизнь, а никто не придумал, как умирать. Ведь никто не сказал, вот выработано, как мы молимся, как мы Бога верим, как мы живем, как мы стараемся улучшить Россию, как мы безумно любим Россию. А чего-то никто не говорит, как умирать. Нет, говорят об этом очень многие, очень многие. Екатерина, ну а как? И Богом это не сокрыто. А скажите, вы знаете, вы только попробуйте к нему потянуться, вы столько узнаете. Вы хоть знаете все, сколько сейчас, насколько сейчас увеличились люди, увеличился процент заболевших людей? Этих очень мало было, а сейчас их так много, что... А вы знаете, насколько уменьшилась вера в людях? Значит, нужно использовать эту передачу популярную, которую смотрит вся страна, и что-то сказать. Да, мы много говорили всю передачу о Ванге. Она, мне кажется, очень помогла людям своими разговорами, очень. Пусть там болгарская КГБ или там какие-то, ну, проект, да? Это правда. А на самом деле помощь-то огромная, духовная и психологическая. Ведь психосоматика в любой болезни играет огромную роль. Почему, например, два года назад только три месяца, а сейчас вот девятнадцатый год, и я написала о Челсе, о моем Кате сценарии, я хочу снять художественный фильм, «Седьмая кошка» называется. И я его точно сниму. Потому что он меня держит, эта история о нем, как он умер, и вообще, что такое связь человека с природой, с животными. Мы не говорили животных, например, были у нее животные или нет. Вот мне безумно интересно, как она относилась. Она понимала, что кошки, собаки, животные, птицы, что это не просто так, что они тоже смотрят на нас и, ну, как вам объяснить, это люди, вот это люди. Я так расстроился, услышав Александра Евгеньевна, правда, я в каком-то прямо нахожусь в раздрай, может быть, чем-то можно помочь, правда, потому что вот история с Жанной Фриск, я помню, когда она держала все так долго в себе и потом вдруг выяснилось, что есть какие-то альтернативные лекарства, но их назначили поздно, потому что услышали про ее заболевание. У меня есть целая армия моих любимых железнодорожников. Слава богу, что я работала и запускала высокоскоростной поезд. Они очень мне сильно помогают, если бы не они, наверное, а еще, господи, как Женя Миронов, не только великий артист, но еще фонд-артист Евгения Миронова очень мне помогает. Они сразу откликнулись. И как помощь, помощь как нужна людская в этот момент. И знаете, я еще раз хочу сказать, страшная внутри депрессия, которая у меня, мне говорят, у тебя же не могло быть депрессии, правда? Я говорю, у меня уже очень. И из нее нужно выходить обязательно. И нужно обязательно, вот я сейчас посидел, мне кажется, нужно собирать какие-то положительные эмоции. Да, да, да. Я не знаю, может поехать, не знаю, встретить рассвет где-то, вы всегда мечтали, не знаю. И еще нужно, чтобы люди, к другим тоже людям, которые не так известны, как мы, нам легче, потому что мы обратимся, там, я позвонила Николаю Лебедеву, который, вот мы познакомились на втором экипаже, и он мне помог, он говорит, я сейчас Жене позвоню, и он точно поможет. Он Женечке Миронову позвонил, он точно помог. А если, например, не позвал меня Николай Лебедев на экипаж, то к кому бы я обратилась бы? Здесь, понимаете, здесь нужно все-таки, вот людям, простым людям, неизвестным, да, нужно создать обязательно такие центры, где человек пришел бы и поговорил о том, что с ним произошло, и как ему плохо, и как страшно, чтобы где-то, а таких центров нет. Он приходит иногда в церковь, к Богу, но у батюшки там своя служба, там не так много на исповедь времени, и в таких душевных разговорах интимных, когда человек говорит о том, что все, это все, а ведь, ну ладно, пусть, ну ладно, мне 62 года, я много чего видела, много что работала, интересная очень работа была, а что делать людям, которым 20 лет, 25-30, они умирают? Они умирают. А маленькие, я спросила у батюшку, когда хоронили двухлетнюю внучку, моего друга, на Пушкинском кладбище, а он говорит, это что, почему ребенок умер? Говорит, а ты не представляешь, сколько я отпеваю маленьких детей, которых раньше не было столько в таком количестве. Это что получается, Россия вся погибает? Или нужно кинуть клич, а что мы едим? А чем мы дышим? Что мы едим в первую очередь? Потому что меня сразу ссылки все скидывают. Что ты ешь? А нужно вот это не есть, а это есть. А на самом деле, куда обратиться, чтобы сказали точно, вот это есть при твоей болезни, а это не есть? И как жить? А некуда, некуда, не у кого спросить. Слава Богу, у меня есть профессор Ждава Хиднарлова, который у меня хотя бы, вот я сейчас сижу и живу. Два года назад это было седьмого марта семнадцатого года, сейчас девятнадцатый. Вот сколько еще продлиться, хочется подольше, еще хочется поработать, кино снять. И вообще жить хочется очень, очень. Отец Павел, ну оставьте телефон, вы же хороший, искренний батюшка, который может поддержать... А кто другим людям поможет, Андрей? Другим людям поможет. очень мало священников, которые отказывают в личной беседе, поэтому в данном случае люди просто должны решаться и подходить к священнику и спрашивать. Но мне хотелось бы очень, знаете, что пожелать, вы спросили, вот что людям пожелать. Ведь на самом деле, это глубоко несчастный человек, который хочет знать свое будущее. Это означает, что он в настоящем не живет. Потому что жизнь, она может быть только в настоящем времени. Мы говорим, настоящая жизнь. Вот настоящая жизнь. Я не хотела знать свое будущее, просто когда ударило тебя вот так, вот такое горе тебя ударило, то ты, естественно, хочешь понять, а сколько вообще еще-то? Да, выживу-не выживу. Выживу-не выживу. Мне вообще не битвы. У меня такая работа была бешеная, мне не до этого было. Потом бах и все. В одно честь. Дело в том, что это всех касается. Для этого не нужно, чтобы тебя ударило. Мы так сейчас с вами сидим, знаете, как будто мы доживем до конца передачи. Знаете, такие очень наивные и большие оптимисты. Кто нам это сказал, да? В конце концов, у нас стопроцентная смертная в стране. Да и вообще во всем мире. Вот очень важно жить именно здесь и сейчас. Вы знаете, это интересный момент. Многие православные христиане даже это не знают, которые молятся каждый раз вечером. Но, между прочим, православный человек, когда он ложится спать, он сам себя отпевает. Он говорит, врутся твой Господи, предай и Дух мой, ты же меня благословит, и помилуй, жизнь вечную даром и аминь. Человек ложится спать и не говорит, то есть умереть нас не получится, если вот я верующий человек. Верующий человек не верит в смерть. Верующий человек верит, что жизнь вечная. Что нет, что вот смерть происходит, ну вот мы же ногти не хороним, ногти порезали, да? Мы же не хороним ногти. Тело, да, в какой-то момент отойдет в сторону. Но душа-то наша, она живет. И вот здесь очень важный момент, чтобы мы понимали, что настоящая жизнь, она вот идет, она здесь. Потом, я не знаю, как это будет, и это все очень, конечно, трепетно. Но очень важно жить здесь сейчас. Моей бабушке 90 лет, 19 из которых последних, она парализована. И когда ей был 71 год, тяжелейший инсульт, ее все захоронили. Но она до сих пор живет одним днем, радуется, радуется жизни. 90 лет, да я сам не верю, что она живет до сих пор. Я прихожу, и вот она просто радуется жизни. Вот сегодняшний день, потом еще один сегодняшний день. Завтра, вот нужно понять, завтра нет жизни, завтра это будущее. Жизнь только в настоящем времени. И если жить и благодарить Бога за вот то, что сейчас есть, и тогда, и тогда будет счастье. А там, я вам телефончик оставлю. Мы обязательно с вами поговорим, не переживайте. Как совершенно вот неожиданно устроена жизнь, что вот эта невестка 23 года спустя написала книгу. Книга собрала нас здесь. Да, Саша приехала, потому что Зоя Борисовна, которая редко приходит на телевидение, согласилась сегодня прийти. А может быть, сегодня все это сделано ради того, чтобы спасти жизнь человека и спасти жизнь, может быть, других людей, для которых это важно на сегодняшний день. Все так, вот как вы говорите, с вашей кошкой, все так неожиданно переплетено в этой истории, что, может быть, случайностей и не бывает. Не бывает. Ну что, на этом мы заканчиваем нашу программу, друзья. Сейчас Сергей Брилев берет слово и оставайтесь телеканалом России. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok